Добрый день, в студии снова я, Андрей Каравайко. Мы продолжаем изучать экономические реформы в других странах. И, как я и обещал, в этом части мы обратим свои взгляды на Венгрию, где приватизация прошла еще в прошлом веке. А сегодня государство вынуждено прибегнуть к новой стратегии. Это жесткий контроль работы предприятий, фондов, съезд массовой информации, реформа налоговой системы. Но об этом мы поговорим подробнее с нашей гостью. Это Наталья Никандрова, финансовый директор Эрнстен Янг в Беларуси, член ряда рабочих групп консультативного совета по иностранным инвестициям при совмении. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Ну и начнем мы, наверное, с истории все-таки. Постепенно придем уже к нашим дням. Какие наиболее показательные экономические реформы были проведены в Венгрии в начале 90-х годов после крушения коммунизма? Ну, следует отметить, что еще до начала 90-х годов, когда произошло крушение социалистической системы, Венгрия была достаточно подготовлена к тем реформам, которые уже стали происходить позднее. Правительство Яна Шакадера провело достаточно сильные рыночные реформы, опустив частный сектор, в сельское хозяйство и в сферу услуг. Также было предоставлено достаточно самостоятельно с государственным предприятием, предприятие решений. Таким образом, Венгрия в те годы находилась достаточно на высоком уровне развития экономики по сравнению с другими странами соцлагеря. И уже в 90-е годы, к началу реформ, уже была заложена какая-то основа. Что касается самих реформ, которые проходили в 90-е годы, то стоит отметить, что первое, что сделала Венгрия, это провела реформу ценообразования и освободила импорт. Значит, был закрыт отдел цен, который существовал, государственный отдел цен, который регулировал ценообразование. И сформирован новый орган антимонопольный, который смотрел за состоянием рынка. Значит, следующее, что было сделано, в 92-м году был создан настоящий рынок труда, то есть полностью было исключено государственное регулирование на рынке труда. В Венгрии начала производить приватизацию. Приватизация была массовой, и вплоть до того, что из 2000 предприятий, которые были на начало 90-х годов принадлежащие государству, к концу 90-х годов порядка 200 предприятий осталось в руках государства. Значит, в настоящее время приватизация в Венгрии практически завершена, в руках государства сейчас находится около 100 предприятий остается. Причем были приватизированы также так называемые стратегические отрасли, которые мы можем называть транспортировка нефти и газа, энергетический сектор. Полностью был приватизирован фармакологический и химический сектора. Как можно оценить экономический эффект от вот этой приватизации, которая прошла в Венгрии? Значит, благодаря произошедшей приватизации в Венгрии получила высокие оценки в рейтингах западных агентств, благодаря чему приливу инвестиций в страну Венгрия начала усиленно развиваться. Так, а вот обычно в большинстве случаев, по крайней мере, переход на рыночные рельсы сопряжен с рядом социальных каких-то последствий, недоброжелательных. Вот как удалось в Венгрии нивелировать этот аспект? Ну, Венгрия, конечно, столкнулась с социальными проблемами. И на сегодняшний момент стоит отметить, что в Венгрии достаточно высокий уровень безработицы, порядка 10%. И государство пытается с этим бороться. То есть существует специальная государственная программа. Предприятия, которые создают новые рабочие места, получают налоговые льготы. В частности, есть такой налог местный в Венгрии, налог на предпринимательство, который уплачивается из прибыли. Так вот, за создание одного рабочего места предприятие получает возможность не уплачивать этот налог в размере 4 тысяч евро при создании одного рабочего места. Значит, в случае, если предприятие решает сократить штат более чем на 5%, ставка налога увеличивается. Значит, существует государственная программа, которая выделяет определенные государственные средства предприятиям, которые нанимают персонал и вкладывают деньги в их обучение. То есть часть этих затрат финансируется государством. Причем, даже если такое обучение происходит внутри компании. В Венгрии еще существует проблема того, что население стареет и сокращается численность населения. Поэтому здесь тоже государство предпринимает ряд мер. В частности, для поощрения рождаемости введена очень интересная льгота по подоходному налогу на семью, которая предоставляется. Не на человека, как у нас. Значит, семья при рождении одного ребенка получает вычет по подоходному налогу в размере 300 долларов примерно. Таким образом, семьи, которые имеют 3-4 детей, у которых доходы не очень высоки, могут вообще не уплачивать подоходный налог. В размере 300 долларов в какой период времени? В месяц. В месяц? В месяц, да. Ничего себе. Так, хорошо. А вот что хочется еще узнать. Благодаря продаже госсобственности удалось ли как-то пополнить казну? Насколько эффективно продавалась госсобственность? В результате продажи государственной собственности казна пополнилась примерно на 11 миллиардов долларов. Это серьезная сумма. Да. Так. И тем не менее, глобальный финансовый кризис сильно ударил все-таки по венгерской экономике. В отличие от белорусской, кстати. А может все-таки какие-то реформы были проведены неправильно или не нужно было что-то проводить? Почему пришли к такому результату? Ну вот, вы знаете, вот у меня такое мнение существует. Очень много пресса писалось, говорилось о финансо-экономическом мировом кризисе. Стоит отметить, что кризис ударил в основном по тем странам, экономики которых были тесно вовлечены в мировую экономику. Поэтому развивающиеся страны, они получили меньше эффект от этого кризиса. То есть, скажем так, что развивающиеся страны сами находятся более-менее в таком перманентном финансо-экономическом кризисе. Поэтому на них это сильно не сказалось. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что это некая заслуга этих стран. Это просто результат того, что их экономика недостаточно вовлечена. Ну я же не о заслуге говорю. Просто хочется узнать, что явилось причиной такого эффекта. Почему? Вообще, давайте обрисуем ситуацию, кризисную ситуацию в Венгрии. Каково экономическое положение страны? Ну, как бы если говорить о том, насколько ударил кризис по Венгрии, то нужно сказать, следует сказать, что страна чудом избежала банкротства. Значит, благодаря помощи международных финансовых институтов стране удалось как-то более-менее выйти из этой ситуации. В Венгрии в настоящее время имеет государственный долг, который составляет порядка 80% ВВП, достаточно высокий долг, который предстоит выплачивать в ближайшем будущем. В Венгрии имеет дефицит бюджета около 9%. И, соответственно, новое правительство, которое вот в апреле 2010 года пришло к власти во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, оно поставило достаточно амбициозные задачи, чтобы сократить дефицит бюджета до 3% с 9% и приостановить рост государственного долга и уменьшить его до 70% ВВП. Какие временные рамки отводятся для этого? Порядка, ну, ближайшие пару лет. Это планируется совершить в ближайшие пару лет. Хорошо. И вот мы теперь наконец перешли к тому, каким образом Орбан это делает. Значит, правительство, конечно, прибегло здесь к не очень популярным мерам, чтобы покрыть дефицит бюджета. Во-первых, правительство отказалось от дальнейших стабилизационных фондов, стабилизационной помощи, которая предлагалась международными организациями. Чтобы не влезать дальше в долги. Да, да. И решило выходить из этой ситуации собственными средствами. Поэтому одна из таких непопулярных мер, которая была принята, это фактически национализация частных пенсионных обязательных фондов. Значит, я не знаю, стоит ли останавливаться на пенсионной системе Венгрии. Она была, значит, пенсионная система была трехступенчатой в Венгрии. Обязательная часть пенсионной системы включала отчисления в государственный пенсионный фонд, и часть из них шла в частный пенсионный фонд. То есть человек сам выбирал, в каком фонде размещать свои средства, кому отдавать в управление. У нас, в общем-то, тоже есть такая альтернатива, но она не очень развита, насколько я знаю. У нас это добровольное. А в Венгрии это было обязательно. Обязательное отчисление в частные фонды. Есть еще в Венгрии третья ступень, это добровольное пенсионное страхование. Именно добровольное, в добровольном сумме отчисляется тоже в частный пенсионный фонд. Так вот, именно пенсионные фонды, которые находятся в частном управлении по обязательному страхованию, были фактически национализированы. И, значит, граждане, в случае, если они хотят продолжить оставить свои средства в частных фондах, они должны написать заявление и сообщить об этом. Но частным пенсионным фондам были поставлены такие условия, что фактически их работа дальше продолжаться в нормальном порядке не может. То есть им прекратили финансирование. То есть, ну, есть ряд проблем, то есть ряд введено было нормативных актов, которые просто уберут их из рынка. Вывели из игры. Так. Таким образом, я так понимаю, у государства появятся какие-то свободные средства из этих фондов, которые можно будет на что-то направлено. То есть можно будет покрыть частичный дефицит бюджета. Вторая непопулярная мера, которая была принята правительством Венгрии, это введение так называемого кризисного налога. Значит, решение об этом принято было в ноябре 2010 года. И закон вступил в действие с 1 января 2010 года. То есть он имел обратную силу. Этот налог, значит, предполагал отчисление определенных сумм предприятиями, банками, во-первых, предприятиями, которые работают в телекоммуникационном бизнесе, в энергетической сфере и в розничной торговле. Причем так получилось, что в этих отраслях работает очень много иностранных компаний. И в результате эти иностранные компании, естественно, были возмущены, потому что работая с начала года, они не закладывали в цены этот налог. И ряд компаний подали в Европейский Союз жалобу на действия Венгрии, которая сейчас рассматривается. И если будет решено, что такое решение венгерского правительства противоречит ЕС, требованиям ЕС, то будет ставиться очень жесткий вопрос. Тут еще стоит отметить, что в Венгрии с 1 января приседательствует в ЕС. Да, да, да. Замавная ситуация получается. Так, а со средствами массовой информации что произошло? Со средствами массовой информации ситуация такая, что, значит, был введен новый закон, который предполагал, что предприятия, средства массовой информации, которые дают информацию не с разных сторон, освещают какую-то ситуацию, а однобоко, они могут облагаться штрафами определенными, грабительскими. Поэтому средства массовой информации возмутились. Потому как каждый имеет право на свою точку зрения и на свое изложение ситуации.